Год, который войдет в историю. Так, про 2020-й могут сказать абсолютно все. В особенности представители бизнеса, чью лодку чуть не перевернула первой волной и продолжает качать второй. Поддержка предпринимателей – залог успешного выхода из шторма. Это станет одной из главных тем недели предпринимательства. Сегодня нужно обращаться и к нашим федеральным коллегам. Нужно думать о том, как трансформировать и федеральные меры поддержки. Ведь многие кредиты, в том числе на возобновление деятельности, двухпроцентные так называемые кредиты, которые получил бизнес, и рассчитывались о том, что у них не будет никаких ограничений, и они не будут никого увольнять. Пересмотреть условия и заземлить федеральные предложения на региональном уровне. Эксперты прогнозируют третью волну. Важно, чтобы экономика сумела взять верный курс. Поддержка нужна и медицине. Сергей Морозов призвал муниципалитеты до конца года максимально затянуть пояса. Высвободившиеся средства направить на совершенствование материально-технической базы больниц. Первая такая серьезная тема, связанная с комплектованием центров диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, которые бы начали работать в круглосуточном режиме. Мы предполагаем, что создание таких центров должно быть как минимум два, на этом и на том берегу в городе Ульяновске, чтобы и городские, и... Да, это центр, оснащенный компьютерным томографом, ЭКГ шестиканальным, потому что это быстро для диагностики надо, обязательно санитарными автомобилями. Главный принцип – доступность быстрой помощи. Пока что здесь есть нарекания. Для оперативного реагирования в регионе запущен единый телефон 122, который в тестовом режиме отработал в минувшие выходные. Необходимо, чтобы обращения не просто принимались, но и получали обратную связь. При этом оперативность ответственных лиц все еще вызывает замечания. Две недели уже проходят, прошло, как было объявлено мною поручение, чтобы утро ваше начиналось с работы в поликлиниках. До сих пор еще по целому ряду поликлиник не выстроена маршрутизация. До сих пор еще не везде хватает дополнительного транспорта. Особый акцент на работу волонтеров. Подчеркнуто, каждая поликлиника должна обращаться к добровольцам за помощью, чтобы максимально разгрузить врачей. Массовая вакцинация, по сообщению из Москвы, начнется не раньше 2021 года. Каждый муниципалитет должен быть готов к перевозке и хранению препарата. За халатность спросят по всей строгости.